Всем привет дорогие друзья, с вами снова Дэвид Джонс и сегодня у меня в гостях снова Чугун, который уже помог вам в освоении такого класса в 3 of Saver как Лучник И по многочисленным вашим просьбам снова Чугун у нас в гостях для того, чтобы рассказать вам подробнее про билды на Сворцмана Потому что после недавнего времени выяснилось, что очень много у нас на сервере и вообще в игре сейчас очень много катафрактов И чтобы как-то разбавить этот катафрактовый, так сказать, заслон свежими билдами, мы сегодня рассмотрим с вами разнообразные билды на Сворцмана Которые не затрагивают такую раскачку через катафракта Привет, Чугун! Да, всем привет, но честь искать, что все-таки один билд на катафракта будет Я тоже этого не избежал Так, ну вот смотри, у меня сейчас открыт билд под названием 2H, 2H Я так называю, что это 2Hand Weapon Это билд через Барбариана То есть основа этого билда будет Барбариан Ну немножко предыстории, этот билд был, скажем так, это классический Барбариан билд Который был популярен на третьем ЗБТ Интернешнл Очень хорошо себя показывал, абсолютно рабочий После старта корейской, ну после закрытия Интернешнл И старта корейской версии Он был понерфлен вообще до невозможности Был понерфлен тем, что апнули Хайлендера То есть у Хайлендера появился скилл, который безоткатно бил и наносил огромное количество урона Просто нереально Вот, но с последним патчем, с выходом стимовской версии Хайлендера опять порезали И он стал только проходным Поэтому вот этот билд, если вы хотите играть двуручником Если вы хотите прям видеть замечательную россыпь желтых цифр Которые вылетают и прям радуют ваш глаз Прям наносить много-много дамаги Вот этот билд для вас Начинаем Так, ну естественно все начинается через свортмана Раскачка стандартная практически для всех билдов, которые я делаю через сворда Это баш на пятерку Здесь как бы все этим сказано То есть атака впереди себя наносит дамаг Стандартная атака для сворда У нее есть атрибут на третьем Нет, зелененький Вот, на третьем уровне он Враги, по которым баш попадают Их отбрасывает назад То есть атрибут качать Баш качать Но запомните Вы этим башем будете пользоваться ровно до появления скиллов Хайлендера Как только у вас появляется Хайлендер Как только у вас появляются двуручные мечи Вы про этот скил забываете Поэтому Ну как бы Брать и брать Проходная вещь Следующий Это гунхо Гунхо это баф Который дает вам определенное количество дамага И, ну, взамен вы жертвуете своим дефом Вот Его можно раскачивать Там есть пассивка Ну, собственно, висит он Уптайм у него 100% У него кулдаун 40 секунд И висит он 85 секунд То есть по умолчанию на вас он должен висеть всегда То есть деретесь Забафали на себя То есть постоянно под этим бафом Где-то к уровню после 200-го К 250-му ближе Он уже теряет свою актуальность Но все равно как бы Лишняя дамага Она Лишней не будет Вот, собственно, у него есть пассивка Которая прокачивает Добавляет по единичке дамага Но забирает по единичке дефа Поэтому Тут такое как бы Насколько ее прокачивать Сколько дефа вы В обмен на дамаг Вы решите пожертвовать Ну Это уже дело ваше Так Четвертый скилл Это концентрейт Вот, который я не взял Я объясню почему На пятом уровне Он будет Добавлять вам Определенное количество Дамага К каждому К каждому удару Но У него будет всего лишь Фиксированное количество ударов То есть Это будет Если мне память не изменяет 11 То есть Всего лишь 11 ударов С увеличенной дамагой Ну я считаю что это очень мало К тому же Уровня после 170 200 Это уже Ну Совсем не круто То есть Если бы у нас Сворд был Второго или третьего ранга Там бы концентрейт Да Он бы как бы зашел Но На пять уровней Не Ребята Просто нет Вот Следующее Это Пейн барьер Пейн барьер Брать по умолчанию Я видел билды В которых люди не берут Пейн барьер Ребята Вы делаете просто Огромную ошибку Этот скилл Дает вам Резист К накбэку И То есть Вас невозможно Застагерить Или Или Сбить с ног Это обалденный скилл Поверьте мне Здесь встречается Огромное количество Мобов Которые вас постоянно Сбивают с ног Станет там Короче Делать с вами Всякие непотребства Ребятушки Берите этот скилл Потом скажите спасибо Вот И мы переходим Ко второму рангу На втором ранге Это у нас Хайлендер Вот Его раскачка Естественно Это Картар строк Картар строк Берется на пятерку Это Основной скилл Дамажный У него огромное АОЕ Минусы в том Что когда ты его заряжаешь Ты стоишь на месте Но Он Он Актуален До 150 Левелов Особенно в донжах Когда у вас будет Некий Некий перерыв В ротации То есть Вы спокойненько Заряжаете Картар строк Бьете им Смотрите на кучу Циферок Которые вылетают И Это хороший скил Поверьте Вот У него есть Несколько пассивок Пассивки прокачивать В обязательном порядке То есть Первое Это Убирается Кнакбэк Нет Это просто Увеличение дамаги Вот Вот это Да Это Увеличенный Кнакбэк То есть Прокачивается На 50 Сила удара То есть Мало того Что К самой силе удара Картар строка Добавляется Еще Вот эти 50 За атрибут Очень полезно Прокачиваем Следующая Пассивка Это В общем Да Она работает Довольно таки интересно То есть Вы бьете Картар строкам Враги Которые Которые Падают На пол Падают На пол Или бьются Об стену Или Об какой-то предмет Получают дополнительный урон Очень Очень веселая Очень прикольная Пассивка Тоже Качать 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 На максимум И последняя Четвертая Она Убирает То есть Она Не отталкивает Врагов Некоторые Не качают Думают Ну блин Зачем Я же Прокачал Предыдущие Две Как бы А что это Я буду Что это Я так Нет Ребятушки Это работает Не так Предыдущие Две Пассивки Все еще Будут Работать Просто Враги Будут Стоять На месте Для чего Это делается Если вы Идете В пати С линкером Или С магами Или с танком Который стянул Мобов В одну Точку И тем более Кинули Потом На них Линку Если Про ним Проходит Кнакбэк С вашего Картерстрока То линка В этом Случа Рвется Эффект Точно Такой же Как Атер Сквейка Виза То есть Линка Порвалась Тамаги Нет И на вас Еще ругаются Типа Что ты Дурин Хайлендер Не выключил Что совсем Что ли Двуручный меч Мозги заменил Поэтому Вкачивайте Ребятушки Она там Конечно Денег стоит Больших И прямо От глаза На лоб Полезут Когда вы Увидите Цены Особенно На втором Ранге Но Качайте Это вам Понадобится Вот Это основной Дамажный Скилл Первый Скилл Вагонвил Берется На единичку Он Как раз Работает Ну Собственно Он Он делает Накбэк То есть Он Отбрасывает Отбрасывает И Моб Находится в контроле Где-то По-моему Секунду Полторы То есть Но У него Этот Накбэк Отменить Нельзя Поэтому В донжах Этот Скилл Не используется Он используется Для контроля Он используется В пвп Ну В общем Скилл Скилл Чисто для контроля И просто Чтобы поинты Куда-то потратить Следующий Скилл Это Краун Этот Скилл Бьет с определенной Фиксированной Дамагой И Вешает Дебаф На цель Дебаф Уменьшает Инт И СП Это Очень полезный Скилл Очень полезный Дебаф На 11 секунд Вот допустим Здесь Мобы работают Не так Как в других Играх У каждого Моба Если вы Откроете Сайт Тосбейс Точка ком И посмотрите У каждого Моба Есть Заранее Заложенные В него Характеристики И Этот Скилл В некоторых Случаях Может полностью Уменьшить Инту До нуля Представляете Себе То есть Если вас Бьет какой-то Маг А вы Ему Инту Срезали До нуля Это же Просто Песня Имеется Ввиду Не только На мобов Но и На людей Точно Так же Это действует В общем Скилл Берется На четверочку Пассивочки У него Прокачиваются Хороший Скилл Может быть Не так часто Вы им будете Пользоваться Но Скилл Хорош Вот И мы подходим К четвертому Скиллу Это очень полезный Скилл Называется Кросс Гвард Этот скилл Позволяет вам Почувствовать себя Танком С двуручным Мечом Собственно Это Он работает Немножко не так Как Скилл У пельта У пельта Это умение Когда он Нажимает Кнопку С И становится В блок Здесь Это именно Скилл Он потребляет Определенное количество Маны Добавляет вам Дефенса И добавляет Дополнительный блок Зависящий От вашей силы И уровня Раскачки Скилла А по моему Там еще От вашего уровня Зависит количество Блока Вот Скилл Крайне полезный Но Дело в том Что вы нажимаете Этот скилл И пока вы его держите Он работает В течение Если мне память Не изменяет Четырех Или пяти секунд То есть После этого Надо обновлять его Ну Скилл Крайне полезный Скилл Он пользуется Очень часто И У него есть Такая Такая Такой дебаф Он В общем Те атаки Мили Мобов Или людей Которые в мили Зоне Стоят рядом с вами Которые вы заблокировали Вешает на них Дебаф Уменьшающий Их Защиту К пирс урону Это Некие Билды Которые основаны На копьях Ну то есть Собственно Пирс атака Это По умолчанию Атака у всех копий То есть Есть некоторые билды Которые миксуют Хайлендера И копейщиков И вот собственно Блокируют одну атаку И потом начинают бить Собственно Там Дамаг возрастает Несколько раз В общем Этим можно пользоваться Скиллы все полезные Но Основное Почему берется Хайлендер Это его Пассивный атрибут Этот атрибут Прокачивается у мастера И добавляет вам 50 процентов Критического урона То есть Вы этими скиллами Можете вообще Ни одним не пользоваться У вас этих Скиллов вообще Вы можете забыть Про хайлендера На третьем Круге Но Пассивка На 50 процентов Крит урона Будет работать всегда На самом деле Формула Звучит оно так Красиво 50 процентов Но формула работает Немножко не так И на самом деле Там не 50 конечно Но Блин Дополнительный Дополнительный урон Крит атаки Это все таки Дополнительный урон Вот Переходим дальше На третьем ранге Вы берете Барбариана Раскачка у него Именно такая То есть Возможно Встречаться Будет Немножко другая Но Я для себя Я прокачивал Билд Прокачивал Вот эту Пельсонера И я считаю Что это Идеальная Раскачка Первые два скилла Не берутся Поверьте мне Они просто Плохие То есть У них Плохая механика Ими неудобно Управлять Есть желание Попробуйте Потом скинете Поинты Потратитесь И никогда Больше их Вкачивать не будете Может быть Их когда нибудь Поправят Но Я лично Сомневаюсь Барбарианы На своей истории Претерпели Очень много Очень Длинная история Нерфа Этого класса Он на самом деле Был намного Жестче Я помню Я играл Кстати на ЗБТ И на первом ЗБТ европейском На корейском ЗБТ На втором Европейском ЗБТ И я играл За варвара В основном Потому что У них Какой-то просто Чудовищный ДПС был Это я точно Помню Как я собираю Пачки Убивал их Автоатакой Обычный Да И после этого Их понерфили Саваджери Понерфили Ну и собственно Мы видим То что сейчас Я сомневаюсь Что корейцы Будут их еще Нерфить Потому что Класс Ну он нормальный Потому что Лежачего не бьет Какой он есть Сейчас Он прям Вот соответствует Своему названию Это варвар С двуручным мечом Да Кстати Вы получаете Бонусом Очень клевый Костюмчик На женских чарах Смотрится Вообще Обалденно Ну так вот Собственно Начнем со скиллов Третий скилл Это Клив У него есть Особенность Он оверхитовый Бьет два раза И он вешает На 5 секунд На 50% Увеличение Критикал рейта Что вы возьмете Этот скилл На единицу Что вы возьмете Его на 15 Он будет Также добавлять 50 Крит рейта То есть Разницы Никакой Почему берется На единицу Он На высоких Левелах Наносит Все таки Слишком мало Дамаги Выгоднее Вложиться В другие скиллы Но получить Баф На крит Рейт Это полезно Собственно Вся ваша ротация Начинается С клева То есть Вы бьете Кливом Получили баф На 5 секунд Сандалите Остальными скиллами Откатилась Ударили еще раз Ну и собственно Ротация пошла дальше Вот Идем дальше Это Хельм Чоппер Оверхитовый скилл Бьет 2 раза Наносит 2 удара Это мультихитовый Мультихитовый скилл То есть Он 2 раза наносит По 1450 урона Собственно За 1 удар Он наносит 2 атаки Вот так вот Он 2 раза 2 взмаха Меча Делает И соответственно 2 оверхита То есть у вас Фактически получается 4 удара По 1400 У него АОЕ атак Рейт 4 Плюс базовый Свардовский АОЕ атак у него 3 Плюс базовый Свардовский 4 Получается 7 Ну и плюс там От вашего шмота То есть здесь Все очень весело Этот скилл берется На 15 Это Хороший скилл Вы ему будете Наносить очень много Дамаги Вот Дальше идет Сейс Нет Давай сейсом Все таки Скажу Вот Это тоже Оверхитовый скилл Тоже у него Мультихит Но он бьет 3 раза То есть 2 оверхита По 3 удара Каждый Это Этот скилл Который будет вам Позволять ваншотать Пачки мобов То есть Вы собираете на себя Пачку мобов Нажали сейсом И у мобов Если они не умерли То осталось По 5 По 10 Процентов ХП Поверьте мне Это работает На всех левелах Это Это обалденный скилл У него Огромная базовая Атака 1752 На пятом уровне Это И огромный АОЕ Атак То есть Этот скилл Максится Вообще без вопросов Тогда Как только у вас И когда появятся деньги Обязательно Прокачивайте Атрибуты На плюс Дамагу К этому скиллу Потому что Там плюс 20 Это вообще Даже не обсуждается Выходите на Плюс 40 Плюс 50 Как минимум Ну соответственно Дальше там у вас Появятся денежки Прокачивайте его На полную Вот Это что касается Дамажных скиллов Барбариана У него еще остается Джайант свинг Который не качается Потому что Ну кривая механика Маленькая Маленькая атака И Мобы Либо люди Просто Откидываются Далеко Это неудобно Неудобный скилл Им практически Никто не пользуется И есть Паунчинг Последний скилл Собственно Как он выглядит Вы нажимаете Кнопку И держите ее Варвар Чару аж Бежит вперед Размахивая мечом Но здесь он Недолго Вот видите Пока вот эта полосочка Внизу движется Он все это время Будет бежать И бить На картинке Выглядит красиво В реальности Все выглядит Крайне погано Мечом он машет Как выясняется Крайне редко Попадает не по всем Мобам А дамаг Оставляет желать лучшего Поэтому ребятушки Скилл этот Не очень Вы конечно можете Его вкачать Попробовать И подоказывать мне Что Да ты что Там в пачке Врубаюсь Нет ребята Сейсм Когда бьет По этой же пачке Он наносит Гораздо больше дамага Вот Собственно Переходим к бафам Вот здесь Начинаются Интересные вещи Первое Это варкрай Как он выглядит Вы Нажимаете кнопку И Скажем так По умолчанию Там по моему Пять целей Наведи на скил Я боюсь ошибиться Да По умолчанию Пять целей Получают дебаф Механика Работы этого скилла Такова От количества Целей Которые Были подвергнуты Дебафу Зависит Ваша Полученная Атака То есть Допустим Как это выглядит Вокруг вас Пять мобов Вы кричите Варкрай В определенном Радиусе Эти мобы Получают дебаф К ихнему Дефенсу Зависит От прокачки Скилла И От количества целей Было ли их две Было ли их три Или было ли их пять Вам добавляется Дополнительная Атака Некоторые Смотрят на этот скил И видят что там Максимум Физикл Дефенс Минус 28 И думают Блин Че это я теряю Минус 28 Не вы А мобы теряют Столько дефа То есть Каждый из этих Пяти мобов Получит минус 28 Дефа А вы Получите 28 Умножить на 5 Атаки Так Да А что за звук был? Ну ладно Не важно Сейчас нормально слышно? Да Сейчас нормально Да все Отлично Вот У него есть пассивки Которые увеличивают Время Ну на пассивке Наведи Угу Увеличивает Дамагу Вот этот Первый Первый Он увеличивает Дамагу На 3 За 1 Уровень Этой пассивки Прокачивается На 10 раз Прокачивает Вообще Без вопросов Плюс 30 Дамаги Это Никогда Не лишнее Второй Вторая пассивка Это Увеличение Количества Врагов Которое Подвергается Ну собственно На которые Действует Этот Тоже Качается Без вопросов Третья пассивка Это Увеличение Времени Действия Варкрая Но Она Увеличивает Время Отката То есть По умолчанию У Колька Время Кулдаун Этой способности Минута 30 Но если вы Активируете Эту пассивку Она Действовать Будет Дольше Ну и Кулдаун У нее Будет Дольше На 10 Секунд Так что Выбирайте Что вам Нужнее И Отключайте Отключайте Вот Следующая Пассивка Которая Превращает Нашего Варвара В машину Смерть Шинкователя Голов Это Френзи Как Это Работает Активируется Баф И За Каждый Удар Авто Атакой Подчеркиваю Авто Атакой На вас Вешается Стак Бафа Вот Наведи На Способность На 10 Уровне У вас Может быть 20 Стаков Каждый Стак Добавляет Вам Число Но Если Вы Атакуете Другую Цель Все Эти Стаки Сбрасываются И Еще Такой Момент Все Эти Стаки Которые Вы Набрали Авто Атакой Работают На Скиллы То Вы Набрали 20 Стаков Ударили Сейсмом И Понимаете Что Все Это Работает Вместе То Здесь Синергия Полная У Этого Скилла Есть Пассивка Которая При Вот Вы Набрали 20 Стаков Переключились На Другую Цель И Стаки Сбрасываются До Половины То То Она Позволяет Вам Ну В общем Короче Позволяет Вам Сохранять Количество Стаков Ну Как Уменьшая Их Количество Ну То То Вы Набираете Стаки И Определенное Количество И При Переключении Между Целями Они Не Теряются Это Очень Полезная Вечь То Прокачивается Прокачивается На Полную Вот Это Что Касается Барбариана В этом Билде Вы Можете Бить Как Авто Атакой Так И Скиллами То То Вы Забежали Собрали Если Вы Сол Собрали Определенное Количество Мобов Ударили Кливом Для Того Чтобы Взять Баф На Крит Рейд И Потом Бьете Там Не Хелмчопером Или Сейсмом Я Всегда Если Им Не Хватает То Я Добавляю Еще Один Сейсм И Там Уж Точно Никто Не Выживает Вот Не Хватает Жахнули Еще Хелмчопером В Этого Билда У Барбариана Есть Небольшие Проблемы В Донжах То Есть У Вас Получается Всего Лишь Активных Два Скилла Это Довольно Таки Проблемно То Вы Ударили Четыре Раза Нанесли Какую-то Довольно Неплохую Дамагу Но Все-таки Этого Недостаточно То есть Будьте Готовы К тому Что Вы Постоянно Будете Дополнительно Заряжать Хартер Строк Про него Забывать Не надо Это Имеется Из Скайлендера Забывать Про него Не надо Пользоваться Им Постоянно Особенно В Донжах Не Гнушайтесь Автоатакой Бейте Автоатакой Ваш Двуручный Меч В общем Не гнушайтесь Бить Автоатакой Тем более Когда у вас Появится Варкрай Френзи Ваша Дамага Возрастет В разы Вот Это Что касается Барбарина И На шестом Ранге Наконец Таки Наконец Таки Получаем Долгожданного Допельсонера Обалденный Класс Когда я В первый раз Его вкачал Это было Дело На ЗБТ Я не знаю Это Я просто Посмотрел На цифры Дамага И Сказать Что я офигел Это было Еще ничего Не сказать Основной Скилл Допельсонера Из-за которого Его все любят Это Циклон Работает Собственно Как вертушка Во всех Играх Я не знаю Есть Десятки Игр В которых Есть вертушка Здесь Она абсолютно Такая же Вы наносите Три удара В секунду С уровнем Развития Скилла Повышается Время Действия Вашего Циклона Прокачиваются Атрибуты Позволяющие Вам одновременно Крутить Циклон И двигаться Повышающие Ваш Резист И повышающий Дамаг Циклона Поверьте Мне Это Основной Скилл Допельсонера Он Офигенный Но У меня Как всегда Плохие Новости Допельсонера Понерфили У нас На Стимовском На Стимовском На нашем Открытом ОБТ Он Раньше У него Было Время Действия Больше Но Тем не менее Даже В таком Состоянии Как он Есть Сейчас 5,5 Секунд Циклона Это Довольно Таки Много Поэтому Циклон Максится В первую Очередь Не Не Гнушайтесь Прокачивать Атрибуты На Дамаг Поверьте Мне Это Крайне Хороший Скилл И Пользоваться Вы Будете Очень Часто Следующий Скилл Идет Это Дидс О Валор У него Зелененький Чуть Вот Работает Он Очень Интересно При Получении По вам Дамага Вы Получаете Стаки Атаки В процентном Соотношении То есть Раскачанный На 5 Он Бустит Вашу Атаку На 50 Процентов Представляете Это Не Конкретные Значения Это Именно Процентарные Значения Процентарные Значения В этой Игре Рулят Намного Сильнее Вот Но У него Есть Минус Он Понижает Вашу Защиту На 10 Процентов И Именно Поэтому Он Прокачивается Только На 5 Конечно Красиво Было Получить 100 Процентов К Дамаге Но Минус 100 Дефа Ребятушки Будет Вас Просто Уничтожать За секунду Не надейтесь На то Что у вас Будет Танк Который Будет Типа Все Думают Ну блин Ну я же Не танк Ну что Что Такое Ну вот Там Агрят же Други А я буду Просто Бегать И 100% Дамагами Нет Ребята У мобов В этой Игре А у Е Атаки Они Будут По вам Попадать И попадать Будут Очень Больно Поэтому Только На 5 И Этого Вполне Достаточно Кратенько Кратенько Работает Он Ну вот Собственно На картинке Все довольно Таки Хорошо Видно Как он Работает Первая Атака У него Наносит Определенная Дамага И вторым Скиллом Типа Он Добивает Наносит Большую Дамагу Но В общем Он неудобно Работает Я Пробовал Играл С ним Ну Применение У него Крайне Неудобное В общем Он не берется Этот Скилл Следующий Скилл Это Мортшлаг Не знаю Как правильно По немецки Наверное Сказать Но Он тоже Не берется Собственно Если вы Берете Допельсонера Только на Один ранг Тогда вы В этом случае Вкачиваете Этот Скилл Если вы Берете Допельсонера На два Круга Вы его Не вкачиваете У него Довольно Таки Неплохая Дамага Но Этот Скилл Отталкивает Мобов От вас У него Есть Пассивка На Дополнительный Урон По Тканевым Доспехам Но Нет Все же Нет Этот Скилл Не берется Следующий Скилл Это Дабл Пэй Эрн У него Очень Интересная Механика Работы Он Работает Следующим Образом Если вы Активируете Этот Скилл И Вам Дается Определенное Количество Ударов То есть На пятом Уровне Это По-моему Пять Если У меня Память Не Изменяет И Если Вы За эти Пять Ударов Добили Моба Как бы Все смотрят Ну господи Ты боже мой Двойная экспа Двойной лут Это же просто Замечательно Да нет Ребята Не замечательно В этой игре Вы убиваете Не просто Десятки Не сотни Не тысячи А Десятки тысяч Мобов И что Вы каждый раз Будете Кастовать Этот скилл На каждого Моба Ну О чем Вы говорите А если На босса Например Даже Не на каждую Элитку Вы его будете Кастовать И тем более Добить Моба Там За определенное Количество Дальше Идут Скиллы Зарнхау Зукен И Редер К сожалению Я не играл Вторым Вторым рангом Дупельсонера Я Как бы Здесь Мои знания Основываются Только на знаниях Как бы Английского Комьюнити Ну и собственно Синергии Этих скиллов То есть Мы экономим На первом круге Очки И вкладываем Их в домашние Скиллы Если у вас Будут какие-то Другие Ну просто Как бы Из общей Синергии Этого билда Лучше Вкачать То что Наносит Какую-то Определенную Дамагу То есть Даже Не было бы Этих скиллов Из-за наличия Только одного Циклона Стоило бы Играть Седьмым рангом Дупельсонера Этот билд Хорош Этот билд Для двуручника Если вам Нравятся Двуручные Мичи Играйте Вот именно Этим билдом Вы получите Кучу удовольствия Теперь Такой момент Пост А там Меня часто Спрашивают Как качать Вот этот билд Значит По статам Вам здесь понадобится Сейчас Секундочку По статам Вам в этом билде Потребуется Минимум Сто пятьдесят Дексы То есть Декса В этом билде Нужна Когда вы Будете Вкачивать Желательно С самого Начала То есть Вы идете Ну собственно С первого Уровня Вы качаете Сто пятьдесят Дексы Чем Чки выпить Что у меня горло Пересохло Пока Собственно Говоря Чугун Пьет водичку Должен вас Предостеречь Ребят Будьте осторожны Несмотря на то Что на улице Пока что Это вроде как Тип потепления И вы спешите Снимать с себя Зимние куртки Лучше этого не делайте Потому что Иначе рискуете Заболеть Например Как я У меня Проблемы с горлом Вот А впереди Теплая погода И от этого Немного грустновато Надеюсь Я успею поправиться В общем Не торопитесь Снимайте с себя Пуховики Лучше лишний раз Оденьте Да Я тоже Чувствую Становлю жертву Этой теплой погоды Обманчивой Вот По поводу Еще раз Выскажу свою мысль Вы начинаете качать И идете в дексу В этом билде Вам нужна Крит атака У вас будет Огромный буст От крит атаки Поэтому она вам нужна Вам здесь нужно 150 дексы Желательно На эти 150 дексы Выходить в самом начале То есть Вы качаете С самого начала И просто Просто идете В тупую Поинт И вкидывая В 150 дексы То есть Не кидаете Ни в силу Ни в кон Базовое хп Поскольку вы С вардом играете У вас будет Довольно-таки Неплохим Декса Даст вам Уворот И кожаный Кожаный шмот И с прокачанной Пассивкой Дадут вам Неплохой Уворот То есть Вы будете Себя чувствовать До 200 левелов Вполне Неплохо Там вы Переодеваетесь Ну Либо Продолжаете Улучшать Продолжаете Искать себе Какой-то Кожаный шмот Получше Либо Переходите На плейд Ради Физдефа И И пассивки На хп То есть Я рекомендую Кожаный шмот Максимальная пассивка 150 дексы После этого После дексы Вы идете В силу Максите силу Если вам Совсем больно Там пробивают вас Особенно если вы В соло играете Идете в кон Это Может быть 50 кона На 280 Левеле Это даст вам Где-то 50 кона Это превратится Оно в 70 кона И будет у вас Под 25 кхп Если вы Оденете еще Броню Ну соответственно Там выше Поэтому Поэтому Долгу Все Кона На 280 Я теперь Пока Ты говоришь Я это все записываю На экран Чтобы люди могли Записать себе Так Ну что Ребята Вот такой вот У нас билд Получился Для такого Парня С двуручником Вот Ссылочку На этот билд Я выложу В комментариях К видеоролику И Давайте Перейдем К следующему билду Статы Кстати Вы видите Сейчас на экране Поэтому Не нужно Теперь Спрашивать По 10 раз Какие статы Качать Так Следующий билд Который открыл Называется Spear То есть Копье Промотаем ниже Я сейчас посмотрю Ага Это билд Нагоплита Это собственно Билд Которым Собираюсь Играть Я Я уже Начал им Играть На Стимовском ОБТ Я его Качал На Корее Этот билд Абсолютно Рабочий Билд Хороший И играбельный По первому Рангу Все понятно На втором Ранге Берется Пельд Гвард Вкачивается На единицу Ради пассивки На 18% У ворота Вы бафаете Гвард У вас Появляется Дополнительная Деф Вы жертвуете Немножко Дамаги Ну поверьте Мне Это Небольшая Жертва Вот Ну получаете 18% У ворота Вкачивается На единицу Не выше Вот Он Этот скил Заменяет собой Гунхо То есть Либо Гунхо Либо Гвард Если вы Танкуете В данже Обязательно Включаете Гвард И Чувствуете Себя Нормально Да Кстати Этим Билдом Можно Танковать Да Забыл Сказать По предыдущему Билду Тем Билдом Тоже Можно Танковать Но Только На Пассивке Сварда У Свардсмана Есть Пассивка Которая Позволяет Ему Иметь Более Высокие Скажем Так Агро Ну Тряд Угрозу По отношению К другим Людям Этот же Билд Позволяет Вам Стать Полноценным Танком Следующий Скилл Это Сваз Бакинг Ну Собственно Агро Обязательно На 5 На максимум Дает Вам Дополнительные 25% ХП Агрит Сколько Там Семь целей По-моему По-моему 11 По скиллам Это Умба Блоу На 5 И Рим Блоу Это Ваши Скиллы Поскольку Вы Взяли Второй Ранг Вам Придется Довольно Таким Много Спамить Скиллами И Вам Нужна Какая Никакая Дамага Собственно По Пельту У него Максятся Все Атрибуты Дается Дополнительные 25% Блока Поскольку В этом билде Вы будете Очень много Бегать Со щитом Блокировать Вы будете Очень Очень Много Вот Переходим Дальше Гоплит Это Гоплит Почему Гоплит Я Играл Очень Много Гоплит Этот Класс Претерпел Много Изменений И В данном Состоянии Как он Находится Сейчас Он Довольно Таки Интересен Основной Скилл У Гоплита Это Его Баф Это Финестра Зелененький Он Дает Вам 150 Крит Шанса Увеличивает Ваш блок На 30% Но Этот Скилл Работает Только С Копьями Он Понижает Вару Ну Он Как бы Из Минусов Он Понижает Вашу Ворота Поэтому В этом Билде Позволяет Играть Не Вкидывая Ни Единого Очка В Дексу Вы Имея Этот Баф Уже Имеете 150 Крит Шанса То Этот Билд Можно Играть Полностью Уходя В силу То То Фул Стр Билд Очень Прям Основной Баф Который Определяет Этот Класс Ну Переходим К скиллам Это Стаббинг Стаббинг Без вопросов Максится Это Ченнелинг Скилл Как он Выглядит Вы Нажимаете На кнопку И Продолжаете Нажимать На кнопку Он Наносит Несколько Ударов По-моему На Пятнадцатом Уровне Это Собственно По-моему Пятнадцать Ударов И есть А Здесь Не подписано Пока Вы Продолжаете Нажимать На кнопку Он Наносит Удары В течение Некоторого Времени Скилл Обалденный Наносит Огромную Дамагу По Боссам Просто Колоссальную Дамагу По Боссам Ну И Собственно И По Мабам По Обычным Тоже Неплохо Бьет Да Забыл Добавить Основная Основная Особенность Гаплита Которую Получает Это Одноручные Копья У Одноручных Копь Есть Бонус По Целям То есть Чем Больше Ваша Цель Тем Больше Дамаги Вы Будете Наносить Одноручным Копьем То есть Это Мид Лардж И Босс Тайп Цели Получают Дополнительную Атаку И Эти Атаки Работают На Все Абсолютно Скиллы Которые Которые Собственно Есть У Гаплита Поэтому Стабинг На Максимум Это Вообще Без Разговора Переходим Дальше Это Пирс Пирс Вкачивается По Остаточному Принципу Это Довольно Таки Неплохой Скилл Но Он Все Таки Имеет Меньшую Атаку Чем Стабинг И Более Долгий Кулдаун Поэтому Ну В общем Это По Остаточному Принципу Вкакидываются Очки Из Принципа Что Хотя Что То Хотя Что То Надо Вкинуть Вот У него Есть У него Есть Пассивки Которые Добавляют Несколько Ударов По Босс Монстрам Ну Собственно И Все Переходим Дальше Синхротрастинг Не берется Из-за Особенности Его Работы На Бумаге Выглядит Неплохо Вы Бьете Одновременно И Копьем И Щитом Идет Дополнительный Дамаг От Щита Но У Этого Скилла Очень Большие Проблемы С позиционированием С позиционированием И собственно С дамагой Поэтому Я его Не беру Есть Гораздо Более Веселые Скиллы В этом Билде Которые Стоит Рассмотрения Следующий Скилл Это Long Stride Как Он Выглядит Вы Указываете Гоплиту Куда Собственно Ключи А Вы Собственно Указываете Гоплиту Куда Ему Нужно Прыгнуть Если Кто Играл В Диабло Второй И помнит Эти прыжки Барбариана Так Вот Это Собственно То же Самое Это Прыжок Но В этом Билде Я его Не беру Радиус Прыжка Все Таки Довольно Таки Небольшой Этот Скилл Нужно Заряжать И Поэтому Оправданность Его Довольно Сомнительная Этот Скилл Неплох В Пвп Но Мы Здесь Рассматриваем Пве Билд Поэтому Этот Скилл Здесь Не берется Следующий Скилл Это Сперлунж Сперлунж У нас Берется На Единицу Этот Скилл Дебафает Цель И делает Ее Восприимчивой К Пирс Атакам То есть Любая Цель Абсолютно Любая На которой Лежит Этот Дебаф Получает Увеличенный Урон От Вашего Копья И Соответственно От Всех Скиллов Гаплита Которыми Вы Пользуетесь Берется На Единичку Имеет Два Верхи Дебаф На Целе Висит 6 По-моему Или 7 Секунд Точно Сейчас Не Помню 6 Секунд Да Действительно Вот Поэтому Только Единица Теперь Спирт Рол Этот Скилл Получил Довольно Таки Сильно Его Бафнули Раньше У него Было Очень Очень Большое КД Сейчас Его Сделали Безоткатным Собственно Этот Скилл Вы Кидаете Своё Копьё И Некоторые Порядка Двух Секунд Находитесь Без Копья То есть Не Можете Атаковать Чтобы Копьё Как Можно Быстрее Оказалось У вас В руках Вы Должны Подобрать Ну Либо Просто Подождать Две Секунд Но Если Вы Будете Кидать Копьё Под Себя То есть Если Вы Сагрили Мобов Мобы Бьют Вас И Вы Кидаете Копьё Прямо Под Себя То Копьё Оказывается Моментально У вас В руках А Имея Нулевой КД Этот Скил Переходит В разряд Тех Скиллов Которые Вы Постоянно Спамите Поэтому На пятерочку Без Разговоров Как Здесь Вариантов Других Нет Вот Собственно Дальше Идет Дупель Сонар Который Имеет Полную Полнейшую Синергию С предыдущим Билдом Как Все Работает Циклон Наносит Колоссальный Дамаг Ну Собственно Я Здесь Уже Все Рассказывал Циклон Циклон То Что Также Работает На Одноручные И Двуручные Копья Вот Дальше Мы Переходим К Драгуну Один Из Самых Красивых Таких Классов По В Вынести Окончательный Вердикт Какие Скиллы Какие Скиллы Использовать Синергия С предыдущим Классом Полнейшая То есть Этот Класс Открывает Для вас Двуручные Копья И ваш Дамаг Вырастает Ребятушки Ровно В два Раза То есть У вас Есть Криты У вас Есть ХП У вас Есть Дамага И у вас Добавляются Двуручные Копья Которые Бустят Вашу Атаку Еще Больше Поэтому Что брать Как бы Вопросов Вообще Не стоит Брать Естественно Драгуна Но По скиллам Вам Придется Либо Подождать Когда Я Вкачаю Драгуна Некоторое Время И скажу Вам Окончательный Свой Вердикт Либо Смотреть Общепринятые Билды Но Я вам Скажу Что Я Уверен На 99,9 Процентов Что Это Класс Который Собственно Который Стоит Дальше Брать Но Не ждите От меня Точных Значений Какие Очки Куда Вкинуть Проченье Тоже Классно Да И причем И у мужских И у женских Чаров Выглядит Он Очень Классно Так Можем Переходить Дальше Это У нас Фулл СТР Правильно То есть Да Это Действительно Это Фулл СТР Декса Вам Не Нужна Вообще Если Вы Хотите Больше Быть Танком Соответственно Бить больнее Идете В СТР Но Смотрите Есть Огромная Особенность В этой Игре Ваш блок Идет От вашего Кона Если Вы хотите Много Блокировать Вам Нужен Кон Поэтому Своего Чара Я начал Раскачивать Вообще Идя Фулл Кон До 50 Левела Я иду Исключительно Кон То есть Я набираю Кон Потом Буду Идти СТР Если Кому Тяжело Можете Идти До 40 Левела В кон Потом Идти Выставим Ну и Собственно Можете Открыть Калькулятор Посмотреть Как Что Куда И Выяснить Для себя На каком Уровне Что Вам Будет Легче Следующий Билд Я открыл Называется Корс А Это Интересный Микс Который Получен Использованием Гоплита И Корсара С Выходом На Драгуна Собственно Этот Билд Предыдущая Все Понятно Но Гоплит Здесь Берется На 2 Ради Спир Ланджа Спир Ланджа И Финестра На 10 Уровне Дает Вам 100 Крит Шанса Спир Лунж Дает Вам Урон Увеличенный Урон От Пирс Атак И Мы Переходим К К К К Интересному Классу Это Корсар У Корсара Корсар Характерен Тем Что У Него Очень Много Очень Веселых Вещей Корсар Позволяет Вам Пользоваться Пистолетами Он Тяготеет К Использованию Двух Оружий Это По-моему Единственный Класс Который Одновременно Бьет Двумя Двумя Руками У Него Есть Баф Вот Который Внизу Не Этот Дабл Вэпор Вы Его Активируете И Вы Бьете Одновременно Двумя Руками То Есть Атака Рассчитывается От Двух Рук То Есть Не Так Как Вы Обычно Указываете Нажимаете Кнопку И Он Бьет По Умолчанию Только Одной Рукой И Сабвэпен Вам Считаются Статы Здесь Суммируется Атака С двух Пушек Поэтому Корсар Очень Интересен Вы Получаете Одноручные Копья Которые Имеют Большой Дамаг От Корсара Вы Получаете Возможность Бить Одновременно Двумя Руками И Тоговая Дамаг Получается Очень Веселая То есть Я правильно Понимаю Что мы Будем В итоге Бегать С двумя Копьями Одноручными Нет Двумя Копьями Одноручными Нельзя Здесь Можно Бегать С одноручным Копьем А в Другую Руку Ты Берешь Сабвэпон Субвэпон Допустим С маленьким Базовым Дамагом Типа Арт Даггера А в дальнейшем Появляются Кинжалы Которые Наносят Довольно Неплохой Дамаг Вот Дальше Идут Скиллы Даст Девил Рехекс Энтопель Соответственно Неплохая Дамага Несколько Целей Оверхит То есть Эти Скиллы Максятся Это вообще Без вопросов Скиллы Обязательные Джоли Роджер Кстати Очень интересный Скилл Покажи видео Корсар Ставит Флаг И В определенном Радиусе Когда он Убивает цель У него Появляется Стак Который Добавляет Ему Дамагу Но здесь Показана Процентарная Дамага На самом деле Здесь фиксированная Сейчас Дамага Это старое Видео Сейчас Этот скил Немножко Переработали Также Если Корсар Становится Пати Лидером У него Появляется Вместо Короны Вот там Где Пати У него Появляется Такая Пиратская Шапка Прикольно И Все Члены Пати Получают Этот Баф То есть Он работает Не только На Корсара А на Всех Кто Находится В Пати Где Пати Лидер Корсар Скажем Так Это Бустит Атаку Это Ну Кстати Вот Флага Остановлюсь Поподробнее Еще Такая Пассивная Особенность Что Все Мобы Убитые В Радиусе Этого Флага Имеют Увеличенный Шанс Дропа Шмота И Серебра Он Небольшой Но Ёлки Палки Это Все Такие Увеличит Шанс В Игре Где Мы Убиваем Очень Много Мобов Эти Большие Значения Становятся Сиди Большими И Если Вы Заходите В Комнату Где Много Мобов Ставите Этот Флаг Они На Него Агрятся То То Он Обладает Неким Таким Пассивным Огром Что Л Вот Это Что Касается Корсара Класс Интересный Бустит Неплохо У него Есть Контроль Это Собственно Его Хук Iron Куки Это Что Называется Почувствуй Себя Пуджом Вот Вы Кидаете В цель Крюк И Держите Собственно Это Работает Так Скилл Чтобы Подтягивать К себе Цель Вам Собственно И Цель Поэтому Получает Определённую Какую-то Дамагу В общем Класс Интересный Играете Он Довольно Так Неплох А Пастотам У нас Что Что Говоришь Пастотам А Пастотам Здесь Поскольку Мы идём Через Гоплита Мы Имеем Уже Некий 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 Базовый Крит Шанс Но Ему Всё равно Потребуется Ещё Декса То Это 50 100 Декс Сила Икон Вы распределяете Исходя Собственно Из того Чего Вы хотите То есть Либо Быть более Толстым Либо Бить больнее Собственно На седьмом ранге Мы берём Драгуна Который Ещё Ещё Как бы Ещё Больнее Делает Ну Собственно Из-за Двуручной Копии И своих Спилов Выходить На что-то Другое Ну Я лично Смысла Не вижу Идти в Топеля Нет Драгун Здесь Всё-таки Так И последний Билд Который Мы сегодня Рассмотрим С чугуном Это Найт Рыцарь Название Уже Такое Прикольное Да Собственно Меня очень Много Людей Катафракты Да Здесь Есть Катафракты Я знаю Что Ты их Уже Заочно Не любишь Вот Слушай Я здесь Получки Не вкину Да Ладно Я Собственно Объясню Как Чего Распределать Или Новый Потом Тебе Сброшу Вот Будет Ребята В описании Все Билды Вот Я Прям По Названиям Буду Скидывать Которые Здесь Непридел Маленечко Вот Меня Очень Много Людей Спрашивают Как Нам Раскачать Танка Как Что Из Себя Присояет В этой Игре Танк Ребята Танком В этой Игре Является Любой Сворд Взявший Пельта На Ранг 1 Я Танк 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 Я буду Агрить Много Мобов Дайте Жж Мне Побольше Я Хочу Еще Взять Третий Ранг Пельта Не берется Вообще Никогда В этой Игре Это Не стоит Просто Поверьте Мне Этого Делать Не стоит Одного Двух Рангов Пельта Достаточно Абсолютно В 95% Ситуаций Вам Будет Достаточно Второго Ранга Вот Собственно По Раскачке Здесь берется На 5 Хайгвард На втором Ранге Пельта Вот Как он Работает Он увеличивает Ваш блок На 50% А нет Стоп Он увеличивает Ваш блок На фиксированное Значение На пятом Уровне Слушай А нажми Там Вверху Кнопку И Копи Билд Ага Чтобы можно было Очки Распределять Вот Хайгвард Кинь на 5 Вот Он дает Вам 190 Блока Но Режет Вашу Атаку На 50% Ну Это Дополнительный Блок И Это Увеличение Дамаги Первых Двух Скилов То есть Пока Вы Находитесь Под Хайгвард Ваши Первые Два Скилла Это Умбо Блоу И Рим Блоу Наносят На 200 Плюс 250 Процентов Дамаги И Там Дальше Оно Прокачивается В итоге Становится Там За 300 Точно Не помню Значение Но Поверьте Мне Колюш Вы Танк Дамаги От вас Не ждут От вас Ждут Жирноты От вас Ждут Очень Много Блока Поэтому Ну Второй Второй Пельд мы Берем Отнюдь Не из-за Этого Скилла Второй Пельд Таста Берется Из-за 10 Уровня С вас Бакинга Вот Закидываю На десятку Мы Получаем 16 Целей Которые У нас В Агре То Есть Это Не знаю Мне Тяжело Представить Ситуации Когда У вас На экране Будет Больше Целей То Есть Вы Собираете Все Вообще И Держите Это Ну Сто Процентов Времени Содрать С вас Какого Там Оба Будет Нереально Содрать С вас Босса Будет Нереально Даже Ворлд Боссы Никто Не сможет С вас Реагировать То есть Вы Каждые 20 секунд Вы Нажимаете Агро Становитесь В стойку На Кнопку С И Стоите Стоите Вообще Я В домике Я Спрятался 20 Секунд Прошло Вы Перекастовали На себя С вас Бакинг И Опять Нажали Кнопку С Все Это Это Все Ваше Танкование В этой Игре Вот Следующий Скилл В танковом Билде Гвардиан Прокачивается В зависимости От того Что вы Больше Хотите То есть Поскольку Этот Билд Можно Раскачать Как Пати Танк Как Соло Танк Ну В общем Исходя Из этого Вы Берете Гвард Если Вы Прям Танк Танк То Гвард Вкачиваете На Десяточку Это Дает Вам Дополнительный Деф И Дает Вам Выживаемость Но Проблема Деф В том Что Ваш Деф Считается Когда По Вам Бьют Физ Мобы А Поскольку У вас Будет Куча Блока Физ Мобы По Вам Попадать Вообще Не Будут Поэтому Подумайте Очень Обстоятельно Нужно Ли Вам Это Прибавка 26 Деф Когда Вы Потеряете Минус 45 Дамаги То Этого Скилла В большинстве Случаев Достаточно На Единицу То Есть Здесь Ваш Выбор Соответственно Умбо Блоу Здесь На Максимум Берется А у Нас Не Хватает Очков Тогда Вы Здесь Не Дамаги Поэтому Здесь Можно Уже Играться То Есть Либо Это Дополнительные Поинты Из Гварда Закидываются Сюда Либо Раз У Штанг То Когда Вы Дойдете До Скиллов Катафракта Этими Скиллами Вы Пользоваться Не Будете Щилл Лоб Не Берется Из-за Своей Механики Из-за В общем Особенности Работы Этого Скилла То Вы Кидаете Свой Щит И Некоторое Время Пока Вы Не Подберете Вы Без Щита А какой Живый Танк Без Щита То Щит У вас Не Будет Работать То Если Вас Катафракт Катафракту Здесь Раскачка Для чего Здесь Берется Катафракт Катафракт Здесь Берется Из-за Двух Вещей В Танковом Билде Катафракт Берется Ради Мобильности Которые Вам Дает Скилл Троп Прокачен На 15 Он Увеличивает Вашу Скорость Передвижения Фактически В 2 Раза То Вы Быстрее Пати Бегаете Быстрее Агрите Мобов Быстрее От Мобов Уворачиваетесь Поэтому Скилл Обязателен К тому Чтобы Его Максить Потом Второй Почему Взять Здесь Катафракт Это Пассивный Атрибут Катафракта Вам Дается 25% ХП 10% Дефа И 8% Уворота От Статов Питомца Которые На секундочку Можно Прокачивать То есть Чем больше Левела Ваш питомец И чем больше Вы денег Вкладываете Тем Жирнее И Танковее Вы Становитесь Поэтому Катафракт Это На мой Взгляд Естественный Выход Естественный Выход Для Танка То есть Вы Получаете Мобильность Вы Получаете Жирноту И Вы Получаете Дамагу Какую Никакую То есть Это Airswave Это Doom Spike И Rush Ну Здесь Наверное Рассказывать Про эти Скиллы Тут Наверное И так Без меняек Да В принципе Все про эти Скиллы Все знают Все про эти Скиллы Все знают Лишний раз Растекаться Не буду Вот Ну и Соответственно Драгун Просто потому Что взять Другого Ничего Если Кто-то Думает Что Может Взять Рапирщика Фенсера На Седьмом Круге Нет Скиллы Рапирщика С Катафрактом Не работают Это Приводит К автоматическому Дизмаунту Поэтому Вот так Вот А Фенсер Вообще Как себя Чувствует Вот так Если Фенсер Чувствуется Замечательно Но Фенсер Можно Выйти Но Фенсер Не работает С Катафрактом То есть Катафракт Слишком Слишком Как бы Большой Бонус Чтобы От него Отказываться Ну все Так Ну Хп Деф Подвижность Так И по статам У нас здесь Что получается Статы Кон Стр Декс Вообще Не нужен То есть Либо Кон Либо Фулкон Либо Кон Стр В зависимости От того Какая у вас Пати Какой у вас Сетап То есть Этот Танк В принципе Довольно Таки Неплохо Может Дамажить Эрсвейф И Дум Спайк Наносят И плюс Появляющиеся В дальнейшем Скиллы Драгуна И двуручные Копья Они позволяют Наносить ему Очень хорошую Дамагу А да Кстати Забыл сказать Что у Драгуна Открывается Не только Двуручные Но и Одноручные Копья То есть В этом Билде Вы можете Использовать Щит И одноручные Копья Что тоже Бустит Ваш Дамаг Поэтому Если это Пати Танк То я бы Лично Рекомендовал Качать Именно Такого Я понимаю Что Катафрактов Конечно Много Что делать Другие Выходы Выход В Роделеро Выход Во что-то Другое Ну я Думаю Что они Намного Хуже Просто Как бы Такая Такая Синергия Классов К сожалению Пока Вот Ну Все Или еще Чуть Посмотрим Да я думаю Все Пока что Вот Ребят В общем Вы Просили Сделать Билды На Сворцмана Еще Вот Теперь Изучайте Пытайтесь Пробуйте Спасибо Огромное Чугуну За то Что он Снова Посетил Нас Пишите В комментариях Ребят Какие Вы еще Хотели Посмотреть Классы Какие Билды Рассмотреть Оставляйте Ваши Комментарии Касательно Трио Север В целом В описании Канала Я оставлю Ссылочки Ну к этому Видео В комментариях Внизу Я оставлю ссылочки На Каналы Чугуна Поэтому Вы сможете К нему зайти Там На стрим Например И в онлайн Трансляции Задать ему Интересующие Вас Вопросы Только Не задавайте Вопрос По статам Я вас умоляю Дослушайте Видео До конца Да Ребят Кстати Вот Да И я тоже Вам скажу Пожалуйста Досматривайте Видео До конца Потому что У меня Вся Личка Была Завалена Вопросами Про статты Хотя В конце Вообще Ну я не могу Сказать Какие статы Вам прокачивать Потому что Чугун Даже про лучников Сказал Что это Опциональный Сказал Почему И как Из чего Нужно исходить При выборе Статов Но Поскольку Многие Не досмотрели Они пропустили Это Вот Поэтому Здесь я написал Вам Прямо Посередине Экрана Еще Какие статы Нужно Выкачивать Надеюсь Что Вопросов Таких Не будет А так В остальном Задавайте Ребят Чугун Напоследок Что нибудь Ох Напоследок Я бы Много Мог Рассказать Про корейцев Которые Сделали Нам Дурацкое Открытие Но Тем не менее Мы Получили Игру Мы Играем В нее Мы Получаем Кучу Удовольствия Ребятушки Я повторю То же самое Что говорил В прошлый раз Играйте Получайте От этой Игры Удовольствие Да Все Ребят Не болейте Ходите Утепленными С вами был Дэвид Джонс Который болеет С вами был Чугун Всем спасибо За просмотр Надеюсь Это видео Поможет вам Разобраться В классе Сворцман Пока Пока Всем пока